Канкалистюркский народ есть роды Канкали среди казахов, узбеков, киргизов, башкир, нагайцев и каракалпаков. Они могут быть родственниками кипчаков или печеньков Канлы, Пенин, Кангли, Среднекитайский, ЗС, Кахахат или Н, Липенин, Кангли средний тюркский, Кани или Канли. Также пишется Кангл, Канлы, Канглы или Кангли. Были тюрки из Евразии, которые жили во времена Монгольской империи и династии Уань. Караханит лексикограф Махмуд Аль-Кашгари упомянул кипчак главный прозванного Кангл и просто умалчивается Кангл как вагон для переноски груза. Предположительно, они могли быть идентифицированы как или тесно связаны с кипчаками, или входили в состав печенегов. Византийский император Константин Порфирогенитоз, он же Константин VII, упоминает три печенегских племени, вместе известных как Кангар. В своей книге де администранда империо Кангар связан с территорией Канга и, вероятно, с народом Кангари и городом Кангутарбан, упомянутым в култигинской надписи тюркских народов Архона. Тем не менее, отношения между Канглы, Кангарами и Кангари, кингерами, союзниками восточно-тюркского Каганата против западно-тюркского Каганата, до сих пор не ясны. Возможно, они даже были ветвью народа Тудзюэ, покоренного китайской династией Тан. Династии Тан – исторический текст Тану и Яу, по-видимому отличали Кангели от Канг-нации, также известной как Кангю-нации. После падения Печенекского ханства в начале X века роль Канг-нации стала заметной. Различные тюркские кочевые народы понтийской степи, которые раньше могли быть отдельными и отличными друг от друга, в конечном итоге ассимилировались друг с другом к XIII веку. Восточная группировка Кумани действительно была известна как Кангли, Лад, Чангли. Многие воины Канг-нации присоединились к Харизминской империи в XI веке. В 1175 году некоторые из них жили к северу от озера Балхаш-Казахстан и перешли от Кара-Китая в династии Дзинь. Есть роды Канг-нации среди казахов, узбеков, киргизов, башкир, нагайцев и каракалпаков. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.